Сегодня мы будем с вами повторять числительные. Один, два, три, первый, второй, третий и так далее. Ну, просто повторять числительные скучно, да? Поэтому я покажу вам, где похоронены члены российской императорской семьи Романовых и расскажу, кто из них когда родился, умер и сколько лет прожил. Мы, конечно, помним, что когда мы отвечаем на вопрос «Сколько?», мы используем один, два, три и так далее. А когда мы отвечаем на вопрос «Какой?», например, «Какой год?», мы говорим первый, второй, третий, четвёртый, например, сейчас 2021 год. Если мы отвечаем на вопрос «Когда?», в 2021 году. Это предложенный падеж. Вот это Петропавловский собор в Петербурге. Это место захоронения членов императорской семьи Романовых. Давайте посмотрим. Вот здесь захоронение XVIII века. Видите? Вот здесь похоронен Пётр I. Здесь его могила. Могила – это место, где кто-то похоронен. Пётр I родился в 1672 году, а умер в 1725 году. Прожил он 52 года. Рядом могила его жены, его второй жены, Екатерины I. До крещения в православии её звали Марта Скавронская. Умерла она, когда ей было 43 года, в 1727 году, а родилась в 1684 году. Рядом могила дочери Петра, Елизаветы Петровны. Родилась она в 1709 году, а умерла в 1762 году. Было ей тогда 52 года. Пётр I умер в 52 года, и Елизавета Петровна тоже в 52 года. Вот здесь похоронена Анна Иоанновна. Это четвёртая дочь брата Петра I, Ивана V. Родилась она в 1693 году, а умерла в 1740 году, в 47 лет. Она прожила 47 лет. Вот это могила Екатерины II, Екатерины Великой. Родилась она в 1729 году, а умерла в 1796 году. Сколько лет она прожила? 67 лет. Рядом похоронен её муж Пётр III, внук Петра I. Родился он в 1728 году, а умер в 1762 году. Прожил он только 34 года. Вот здесь похоронен Павел I, сын Екатерины II. Прожил он 46 лет, родился в 1754 году, а умер в 1801 году. И рядом с ним могила его жены, Марии Фёдоровны. Родилась она в 1759 году, умерла в 1828 году. Прожила она 69 лет. Александр I, сын Павла I, родился в 1777 году, и умер в 1825 году. Прожил 47 лет. Рядом могила его жены, которая тоже прожила 47 лет. Николай I родился в 1796 году, и умер в 1855 году. 58 лет. А его жена, Александра Фёдоровна, родилась в 1798 году, а умерла в 1860 году. Прожила 62 года. Я продолжаю и буду говорить чуть-чуть быстрее. Вот могила Александра II, который родился в 1818 году, а умер в 1881 году. Прожил 62 года. Рядом могила его жены, Марии Александровны, которая родилась в 1824 году, а умерла в 1880 году. Прожила она 55 лет. Рядом могила Александра III, отца последнего русского императора. Родился Александр III в 1845 году, умер в 1894 году. Прожил 49 лет. А вот его жена, Мария Фёдоровна, родилась в 1847 году, умерла в 1928 году, и было ей тогда 80 лет. И вот здесь захоронены останки семьи последнего российского императора, Николая II. Николай II родился в 1868 году. В 1918 году, как вы знаете, царская семья была расстреляна. Николай II прожил 50 лет. Его жена Александра Фёдоровна родилась в 1872 году, и в момент смерти ей было 46 лет. Здесь также останки Ольги Николаевны. Она прожила 22 года. Татьяны Николаевны, которая прожила 21 год. Анастасии Николаевны, которая прожила только 17 лет. И место для захоронения останков Марии Николаевны и сына Николая II Алексея. Вы обратили внимание, кто из российских императоров и императриц прожил дольше всех? У вас есть шанс послушать или посмотреть этот видеоролик ещё раз, повторить числительные и ответить на вопрос, кто из тех, о ком я сегодня говорила, прожил самую долгую жизнь?